Привет! Лето неумолимо подходит к своему завершению и начинается сезон подготовки к зимним отпускам. Именно поэтому мы сегодня подготовили 5 советов для Таиланда из нашего личного опыта. Поехали! Итак, самый первый совет это не доверять русским. Точнее, относиться с опаской. Именно здесь находится слишком много людей, которые хотели бы на вас наживиться. Мы познакомились тоже с некоторыми русскими, где-то мы обожглись, где-то мы наоборот остались даже дальше общаться. Но стоит это помнить, потому что когда мы только сюда прилетели, мы узнали, что в Таиланде очень много людей, которые находятся в федеральном розыске, в международном розыске и вообще люди безвозные, которые что-то натворили в России и прилетели сюда. Кто-то прячется от налогов, кто-то прячется от полиции. То есть вы должны понимать, что вы летите не в такую уж радостную страну, как кажется на первый взгляд. Когда я сюда летела, я надеялась, что мы прилетим, у нас появится куча знакомых, мы все будем между собой общаться, дружить с семьями, ездить на моря. Но, к сожалению, это все пришло, наверное, только спустя месяца 3-4. Также вы знаете случаи, когда людей просто кидают с квартирами, когда люди отправляют депозиты, либо какой-то взнос людям в Таиланде, чтобы им предоставили апартаменты, но в итоге прилетают и остаются ни с чем. Такое тоже очень часто бывает. Наш вам совет. Будьте очень аккуратны. Второй совет. Совет лично от меня. Следить за акциями в магазинах и также, если вы сюда прилетаете на длительный срок, возможно на зимовку, на срок больше 3 месяцев, то я вам советую завести здесь дисконтные карточки. Допустим, в Теско Лотос Экспрессе карточка такая, не стоит ничего. Для вас достаточно заполнить анкету и указать тайский адрес, именно тайский адрес вашего проживания, потому что раз в 3 месяца на этот адрес приходят купоны. Мы, к сожалению, указали российский адрес и я не знаю, что будет. У нас там копятся деньги, у нас там уже, я так полагаю, тысяч 5 бат, наверное, накопилось. Мне так кажется, по крайней мере. Также есть карты в 7-Eleven, которые стоят 180 бат и в остальных магазинах, которые будут возле вас, вы можете просто попросить дисконтную карту. Возможно, она не будет вам давать скидку, но в конечном итоге вы поймите из нее какую-то пользу. Мы уже очень много раз говорили, что сейчас просто везде прям проходят эти акции, вам дают наклейки и многие приезжие не знают, что с ними делать. Так, например, наклейки из 7-Eleven дают вам право не только копить эти баллы, обменивать их на сувениры, обменивать их на экскурсии, но этими наклеечками на них нарисованы цифры 1, либо 3 бата, ими можно расплачиваться. То есть, если вы сейчас находитесь в Таиланде, и, возможно, зимой эти акции тоже еще будут, и вам дают наклеечку, на которой нарисована циферка 1, либо 3, либо 2, у каждого магазина это по-своему, и вам они, в принципе, не нужны, вы можете ими расплачиваться. Об этом я совсем недавно сама узнала, у нас тоже здесь были подписчики, они оставили нам кучу наклеек, хотя они очень много собрали, и мы тоже собирали, но в конечном итоге у нас их еще больше получилось. Тогда мы сами даже не знали, не могли им сказать, что они могли рассчитаться этими наклеечками. Третий совет, не забывайте торговаться. Вы находитесь в Азии, здесь торгуются практически везде, не считая больших торговых центров. И не важно, где вы, пришли вы на вещевой рынок, продуктовый рынок, везде можно торговаться, везде можно попросить скидку, потому что, когда вы здесь живете очень долгое время, то вы сами, не осознавая того, начинаете торговаться, либо искать цену где-то ниже, но если вам лень куда-то ехать, чтобы найти ниже цену, проще попросить договориться, и, мне кажется, тайцы пойдут на уступки, особенно в летний период, когда здесь туристов очень мало, и обороты у них небольшие. Так что торгуйтесь, и это не запрещено, это не постыдно, это Таиланд, это Азия. Здесь принято торговаться, здесь торгуются все. И четвертый мой совет, он, в принципе, связан с третьим советом. Не покупайте вещи на рынках для туристов, потому что рынки для туристов, это как раз-таки те рынки для сбора денег тайцев. Во-первых, самое большое отличие, рынки для местных жителей, там практически нет туристов, нет европейцев, и вы это сразу увидите. Также я в Тескалотес-экспрессе, который также находится недалеко от нас, покупала баночки для заполнения круп, потому что я терпеть не могу держать все вот эти вот в пакетах, эту гречку, там рис. Мне проще пересыпать все это в баночку, чтобы оно все красиво стояло, аккуратненько. Я купила две таких пластиковых баночки за 120 бат, но мы тогда только приехали, и я еще ничего не знала, и подумала, что, в принципе, цена нормальная, учитывая, что, по крайней мере, у нас в России цены даже больше. Но спустя месяц я пришла на тот тайский рыночек, и угадайте, что я увидела? Точно такие же баночки, которые стоят по 10 бат каждая. Поэтому я советую вам все-таки ходить на рынок для местных. Пятый совет, это быть аккуратнее с ядовитыми животными. Как вы знаете, вы едете в Таиланд, это тропики, это экзотическая страна, и здесь нельзя обойтись без экзотических животных. Обзор на экзотических животных я делать не буду, но я могу вам сказать, что я уже успела повстречать два вида змей, скорпиона и даже скалопендру. Очень часто в группах, во всяких форумах предупреждают туристов, что когда вы идете, смотрите обязательно под ноги. Мы недавно ехали с рынка, и у нас прям перед мопедом стала переползать змея. Вы бы видели, как я испугалась, я просто в Максима вцепилась, я не знаю, как я не закричала, потому что это было настолько страшно. Это змеюка, она такая скользкая, она метровая, она просто переползает. Я не знаю, я просто видела всего несколько раз в жизни змеи, для меня это, конечно, определенный стресс. Скорпиона мы видели возле нашего Кантоминимума, к счастью, он был уже раздавленный, мертвый. Ну а скалопендру я совсем недавно увидела на русском рынке, как раз-таки на ПТА-парке. Это было вечером, и она была еще не совсем сформировавшаяся, то есть у меня был еще такой крепкий панцирь, но даже давить я ее не стала, я вообще их боюсь, я знаю, что они ядовитые, и шутить за здоровьем не хочу. Поэтому обязательно, когда ходите, смотрите под ноги. Сейчас еще, тем более, идет сезон дождей. Зимой один раз был случай, когда я столкнулась со змеей, но сейчас их намного больше. Поэтому ходите и просто смотрите по сторонам, особенно когда вы проходите мимо каких-то кустов, потому что вся эта гадость вылазит именно оттуда. На этом наши советы закончились. Я не хочу никого пугать, потому что Таиланд в любом случае, это очень прекрасная страна, она колоритная страна, она очень интересная страна. И я не думаю, что мои советы могут кого-то отпугнуть, я никого не хочу напугать, я хочу только предупредить. Я надеюсь, что вам этот выпуск был полезен. Если это так, то обязательно ставьте лайк. Если вам не понравился этот выпуск, то поставьте, пожалуйста, дизлайк. Именно по этому соотношению я смогу определить, нравятся ли вам такие выпуски, делать ли нам еще. Ну а лето заканчивается. Уже остаются прям последние деньки. Расскажите, как вы провели это лето. Мне будет очень интересно почитать. После последнего вопроса я поняла, что вы просто из различных городов России. Наши зрители просто живут прям на разных точках планеты, в разных странах, и это очень круто. Я вижу, что количество подписчиков у нас растет, и это не может не радовать. Спасибо большое, что вы нас поддерживаете, что вы нас продолжаете смотреть. Это безумно приятно. Ну а на этом выпуск я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, и до новых встреч. Пока-пока.